В субботу 7-го века снябуские литургии и молебен подяки у гонар тысячагодья Бреста пройшли во всех православных храмах областного центра. Молитву за город и его же хоров у Святой Миколаевской церкви провел архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. И он звернулся до городжан с веншаваньями и духовной парадой. Духовное начало, духовная основа – это основа основ всего. Если сердце мирно, терпеливо, мудро, то будут взвешены и поступки, мудрыми будут дела, мудрыми будут слова, добрая будет жизнь. Кировника Бреста Александра Регачука за поддержку Белорусской православной церкви узнагородили орденом святителя Кириллы Туровского. Я не сомневаюсь, что строить город пресчанам удается только с Божьей помощью. Опираясь на веру, можно двигаться вперед. Ровно на полдень 7 вересня у духовным яднанне над тысячагодовым городом загучал перезвон. Это мгнение. В Бресте бьются званы все православные церкви и католические храмы. Мы святки исторические подеи. Такое, макчима, отбывается только раз на тысячу год. Но с другого боку, макчима молитва у Одинства станет еще одной доброй традицией и отметностью поликонфессийного Бреста. В римокатолитском костеле возвышение Святого Крыжа епископинской епархии Антонии означали усуместную молитву католиков римского и греческого обрадов. Благодаря Господу за город, просьба заступництва Мати Божьей Брестской и чекание Божьей ласки для всех брастовчан. У гэтую суботу молитву за мир и добробыт Бреста провела и мусульманская суполка. У неделю ж молитва за тысячагадовый город и его гораджан пройдет у греко-католитской церкви святых братов апостолов Пятра и Андрея. А таксама во усих молитвуных домах протестантских суполок областного центра. А усы на Гозе, якую напереды Дні Свята вернули и узеем Бреста за город над Бугом и его же хоров будет молиться Равин Хаем Рабинович.